Короткометражка по Как Прочить Дракона вот-вот была анонсирована, но уже слили полноценный мультфильм, который желательно не смотреть до выхода официальной части. И сегодня я постараюсь вам рассказать про все новые показанные моменты и расскажу, почему все же стоит дождаться релиза короткометражки по Как Прочить Дракона. Добрый день, с вами я Санчес и сегодня я расскажу все самые интересные моменты со спойлерами и без, чтобы те, кому не терпится, узнали все о короткометражке, а остальные лишь подогрели интерес к мультфильму. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Как вы знаете, после третьей части DreamWorks не планировали выпуск никаких короткометражек по мультфильму. Сан Дин де Блуа, создатель всех трех частей, намекал, что эпоха Икинга закончена. Но как бы не так. Удивительно, но резко и для многих даже удивительно, вышли первые сливы о Как Прочить Дракона Возвращение Домой. Что, конечно, обрадовало многих фанатов. Ведь в третьей части были вопросы касательно детей Икинга и детей Беззубика, ведь никто попросту не знал, навсегда ли они покинули Олух и ушли в скрытый мир, или все-таки они периодически будут навещать друг друга. Тем более, после третьей части, когда в конце нам показали, что Беззубик еле вспомнил Икинга, многие подумали, что их общение на этом и остановится. Ибо что у одного, что у другого появилось много забот, и они просто забудут друг друга. Но Дримворкс это та студия, которая может удивить даже самых фанатичных зрителей. Потому что дружба Икинга и Беззубика возвращается. Это тайный мир драконов. Истинный вождь. Слив короткометражки вышел, к сожалению, не на русском языке, но она стала полностью доступна. Как они могли слить весь мультфильм аж в октябре, когда релиз предназначен на 3 декабря, непонятно. Но я также понимаю, что вы хотели бы знать немного больше о короткометражке. И поэтому видео будет разделено на две части. Первая будет просто поверхностная, где я подогрею ваш интерес, рассказав и сделав разбор всего важного, не затрагивая сюжет. А вот вторая часть будет со всеми спойлерами. Это, кстати, намек на то, что каждый выпуск лучше досматривать до конца. Иногда в моих видео все самое интересное происходит в середине и в конце видео. Итак, давайте приступим. Первое, что сразу бросается в глаза в этой короткометражке, это то, что наконец Dreamworks не стали нам подсовывать якобы фальшивое продолжение драконов. Как было с Rescue Riders. Мы действительно видим настоящих наших персонажей, которые по дизайну ничем не отличимы от третьей части. И складывается ощущение, что мы вернулись именно в нашу эпоху. События короткометражки происходят спустя 10 лет. Икинг продолжает соблюдать праздничные традиции, которые он соблюдал со своим лучшим другом. Ну а викинги на новом Олухе начали забывать о своей дружбе с драконами. И Кинкастрид и Плевака знают, что делать, чтобы викинги сохранили драконов в своих сердцах. А далеко за морем у драконов был собственный план. Это прям четкое описание начала сюжета. Но на самом деле мы уже с вами выяснили, что наши друзья будут праздновать Сногглток. Это что-то типа нашего рождественского праздника. Ибо короткометражка как раз выходит зимой в декабре. Самое главное и немного грустное, так это то, что Дин Деблуа совершенно не имеет никакого отношения к этой короткометражке. С одной стороны это и плюс и минус. Плюс это с той стороны, что если короткометражка соберет хороший рейтинг, мы вновь и вновь будем видеть наших героев и на другие важные события. Дримворкс любит делать спецвыпуски по своим мультфильмам. Достаточно лишь вспомнить Шрека, Кота в сапогах, Мадагаскар, Пингвинов и многое другое. И возможно Дримворкс увидит, что фанаты требуют продолжения и нам покажут четвертую часть мультфильма. А минус в том, что люди, которые делали эту короткометражку, не работали над третью частью. И над второй тоже. Дин Деблуа не зря стал давать столько интервью. Он просто знает свою франшизу как свои пять пальцев. Он прорабатывал каждый элемент героя, каждое движение. Он знаком с характерами героев и точно уверен у кого какое поведение быть должно. И вот это главное, чего не хватает короткометражке. Дело в том, что стилистически все походит на третью часть. А вот сами герои ведут себя порой странновато. Икинг чересчур активней и даже возбужденный. Астрид наоборот менее активная и какая-то сонная. А Рыбьенок больно говорлив. Я смотрел все части мультфильма и точно знаю поведение своих любимых персонажей. И могу сказать, что они ведут себя чуть иначе. Но если закрыть глаза на это, мы получаем вполне добротную короткометражку. Могу даже выделить добрые диалоги. Они чем-то даже похожи на диалоги из полноценных мультфильмов. Да и детки Беззубика тут очень хорошо сделаны. Они реально такие милые и хорошенькие. Тут хорошо, что уделили им много внимания. И целый момент в скрытом мире просто посвящен детям. Нам показывают, как Беззубик скучает по Икингу. И найдя какую-то ветку, он рисует его силуэт. Мне кажется, авторы поняли фишку в третьей части, когда Беззубик пытался нарисовать дневную фурию. И решили сделать еще раз такой момент. И это снова сработало. За этим очень приятно смотреть. Сказать, чтобы реально вам не спойлерить сюжет, не могу. Что вам, скорее всего, понравится короткометражка, это точно. И есть смысл действительно дождаться выхода релиза уже с русской озвучкой. Ну а теперь переходим к части спойлеров, где я разберу многие подробности и постараюсь даже оценить сюжет. Сразу предупреждаю, дальше будут спойлеры. Даже по сюжету. Короткометражка начинается довольно бодро. Нам снова показывают пейзажи нашего нового Олуха. Сюда попадают и кадры с овцами. Икинг начинает свое повествование истории. И мы сразу видим, насколько же все поменялось. Икинг, несмотря на наличие бороды, как будто чуток стал старше. А его сын уже может даже говорить. Другое дело, что им даже не сменили одежду из третьей части. Как мне кажется, просто было лень перерисовывать герой заново. Дочка же Икинга и Астрид очень сильно похожи на маму. И честное слово, она мне очень понравилась своей любопытностью. Она уже по ходу дела нашла книжки и описание драконов. И все-все о них знает без этого романтизма папы насчет дружбы драконов. Она просто прочитала, что когда-то драконы действительно ели у людей. Родители даже удивлены любознательности своей дочки. Дальше мы видим диалог Астрид и Икинга. И видно, как Икинг скучает по драконам. Они как раз так и продумывают показать представление кукольное. Где смогут показать настоящую дружбу драконов и людей. Но по Икингу видно, что ему не хватает беззубика в своей жизни. Дальше нам показывают детей беззубика. И ту самую сцену с рисунками на песке. Посмотрите только на скрытый мир. Его очень красиво показали. И пока Икинг вместе с Рыбьеногом и Астрид готовятся к фестивалю. Чтобы провести хорошо сноггл-ток. Дети беззубика потихоньку ночью улетают со скрытого мира. Чтобы посетить новый Олух. И беззубик вместе с Дневной Фурией не сразу понимают, куда пропали дети. Хорошо, что авторы показали, что лететь до скалы со скрытого мира не так-то и просто. И нам показывали сценки, где каждый из драконов уставал, летя к скале. Ведь если вспомнить третью часть, наши друзья очень долго летели до скрытого мира. Понятное дело, прилетев к людям, они всячески пытались укрываться от них, дабы люди их не обнаружили. И по итогу они сели смотреть представление. А тут и беззубик с Дневной Фурией прилетели. Представление получилось не таким крутым. Ибо в один из моментов загорается пол самого пьедестала, на котором и проходило представление. Сморкало бросает текст и бежит все тушить. А Икинг в кукле беззубика падает вниз просто на пол. Театр полностью оказывается разрушенным. Но пыль и дым скрывает все, оставляя лишь силуэты. В этот момент и появляется на сцене беззубик. И вроде бы вот он, уже люди его могут заметить, но они видят лишь силуэт, считая, что это кукла. И так задумано по сценарию представление. И по итогу драконы спасают представление людей и все остаются довольны. Но тут тоже есть свои тонкости, которые понятное дело я вам рассказывать не стану. Ибо не хочу, чтобы к третьему декабрю у вас полностью пропало желание посмотреть повтор мультфильма. Я постарался сделать этот выпуск таким, чтобы вы поняли, что наши друзья вновь станут дружить. И дружеские отношения между Икингом и Беззубиком не закончены. А викинги и драконы всегда будут помнить хорошие отношения между собой. И не важно, как давно они не виделись. Кстати, для тех, кто хочет выделить какие-то моменты с короткометражки, я залью ее в нашу группу ВКонтакте. Будет вам повод зайти и подписаться на нее. А то я постоянно прошу-прошу, но мало кто этого делает. И помните, что лучше не смотреть ее полностью, чтобы оставить хоть какие-то впечатления на релизе. Ведь от рейтинга просмотров мультфильма зависит дальнейший выпуск всей истории драконов. И я надеюсь, что вы не потеряете интерес к нашим викингам и драконам. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Как я вам и говорил, при наборе 500 лайков видео выходит намного активнее. Также не забывайте подписываться на Викторию Спейс. Ссылка есть в рекомендации. У нее крутые видео по мистике, я думаю ей будет приятно. Ну а то еще с вами был Санчес. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok